Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 23 августа. Я хочу показать последний раз вам метелицу. Тот, кто видел на улице кусты, те представляют, что она из себя, как она выглядит. Я вообще показывала этот сорт несколько раз за сезон. Первый раз, как я высаживала вдоль теплицы, потом как была зависть, сколько завязей зеленой, и потом как они спели. Вот сегодня я собрала последний урожай метелицы, последнее ведро. У меня всего их было там 5 кустов. Два ведра томатов я с них получила. Я сейчас, я вам без пачки рассказывала, сейчас наконец-то я нашла пачку старую. Покажу, как выглядит пакет, который продается в магазине. Тоже та же самая снежинка, про которую я всегда говорю. Это значит сорт предназначен для выращивания в зонах рискованного земледелия, то есть у нас в сибирском регионе и во всех приравненных к нашему тоже. Томат для открытого грунта метелица, среднеранний, очень урожайный, растение низкорослое и компактное, что очень удобно для размещения на участке. Ярко-красные массы, 150 грамм плоды округлой формы с гладкой поверхностью, великолепной плотной консистенцией. Отличаются хорошими вкусовыми качествами. Плоды томата метелица универсальны в использовании, великолепны для приготовления свежих салатов и переработки. Растение не требует формирования, что облегчает его выращивание. Я тоже нынче выращивала без посынкования, они у меня росли сами по себе. Просто я колышку привязала, потому что очень много плодов. Растения заваливаются и ветки обламываются. Вот это, конечно, последний урожай. Это не самые крупные, это не те первые кисти, где были крупные. Но всё равно вы видите, что даже последние плоды, они такие хорошего размера, мелочи на них сильно нет. Я верхушки им прищипывала. И что хочу сказать ещё. Все плоды, несмотря на все капризы природы, вот сейчас у нас дождь, сыро, холодно. Ни одного больного плода. Ни одного плода больного, ни одного плода с вершинной гнилью. Если честно, вершинной гнилью у меня вообще ни разу в жизни никогда не было. Потому что я каждый год при посадке добавляю золу. И этого, вероятно, хватает для томатов. И когда говорят про какой-то сорт, вот там про буян, ещё про какой-то, что он всегда болеет вершинной гнилью. Это неправда. У меня ни буян не болеет вершинной гнилью, ни вот эти. И вот эти томаты, вот эта метелица, это как раз та самая, которая в рассаде не вытягивается. У неё рассада толстоногая. Она может долго подождать, так же, как Демидов и Настенька. Если, например, неблагоприятные условия, если заморозки весенние, она стоит в рассаде очень долго. Она не вытягивается, ничего не делает. Она стареет и толстеет. Всё. Потом вы её высадите, она догонит, быстро начинает плодоносить. И это вот как раз тот самый сорт, который из-за дружной отдачи урожая успевает отдать весь урожай до наступления массовых вот этих эпидемий фитофторы. Вот сейчас у нас в конце августа, в сентябре начинаются дожди, сырость, холодно. И естественно, если бы они ещё дальше находились в открытом грунте, они же почти на земле находятся, вообще низко к земле, некоторые даже лёжа на земле, они обязательно заболели бы, потому что это неизбежно, но осенью всегда начинается вот это гнение, всё. Но до этого времени они все уже будут переработаны у людей, съедены или там законсервированы. В общем, использованы. Как мы прочитали, использовать можно по-разному, можно кушать салаты, можно делать заготовки. Специально вот разломила я эту одну помидорку небольшую. Видите, несмотря на то, что она вроде как относится к ранним, почти как к скороспелкам, у неё всё равно, она мясистая, нет ничего лишнего, около плодоножки вот чуть-чуть вот это вот, ну, маленькое пятнышко, но это обычно у томатов почти у всех так. Остальное всё вот это томатное мясо, мякоть такая арбузная на разломе, сахаристая. Так что если хорошая погода, если хорошая погода, если вы дождётесь, сорвёте не вот в такой фазе зрелости, а вот в такой, видите, прям тёмно-красной, он будет у вас и сахаристый, и сладкий. Это нормальный, полноценный томат. У меня есть про него в прошлом году очень подробный видеообзор о том, что его выращивают фермеры в очень огромных количествах. Из-за простоты выращивания, из-за того, что он не подвергается различным заболеваниям. Выращивают частные вот такие, которые занимаются частной торговлей, частной продажей томатов. Они очень хороший выход товарных плодов. Их удобно выращивать, нет отходов. Не выбросила в этом году ни одного томата, кроме одного, который вот упал на землю, и его сгрызли слизни. Видите, его слизни объели, но он всё равно не гнилой, а просто, как вот видно, что он надкушенный. Они вот эту мякоть выгрызли у него, и всё. Остальные томаты все как на подбор, все как один. Даже вот этот последний урожай. Но видно, что они грязные, что у них уже веток такой, что какая большая, какая маленькая. И тут я всё подряд, всё до лысого оббирала. Но всё равно видно, что товарный вид у них хороший. Их сейчас, если помыть, протереть, их ещё можно вполне, как, можно подумать, что его сняли там в средине лета, а не в конце, что это не осенний, не последний урожай. Все очень хорошо выглядят. Вот этот сорт томатов метелица, конечно, в первую очередь, обращать на этот сорт нужно тем огородникам своё внимание, у которых холодные регионы, у которых холодное короткое лето, у которых погода неизвестна какая, вот как у нас весной заморозки, потом летом может быть прохладная дождливая погода, осенью в сентябре опять заморозки. Вот этот томат метелица даст вам урожай при любой погоде. И даже ненамного будет разница в количестве плодов между там хорошим летом или плохим летом. Он завязывается в любых условиях. Это специально выведенный томат. Вот видите, тут даже штамп проверен на Сибирию, что томаты специально полученные для выращивания в проблемных регионах. Всё, до свидания. С вами была Ольга Чернова, томат метелица.